Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о проблеме безопасности персональных данных. У нас в гостях Андрей Дмитриевич Ваякин, эксперт по информационной безопасности. Здравствуйте. Итак, что у нас главного произошло за последние дни, что появился повод поговорить на эту щекотливую и очень жизненно важную тему. Согласен с вами, тема очень-очень насущная на сегодняшний день и не даром, так сказать, внимание, особенно бизнес-кругов к этой теме очень сильно приковано. Почему? Потому что вопрос идет о наших персональных данных. Каждого человека, каждого гражданина, каждого сотрудника, работника Казахстана. Для меня эта тема достаточно интересная, потому что, будучи человеком системы, когда я работал по безопасности в коммерческом банке, в других финансовых структурах, я был по одну сторону баррикад. То есть для меня эти данные это был хлеб, который позволял мне активно развивать мой бизнес, строить определенные программные продукты, которые приносили какую-то финансовую прибыль. А с другой стороны, на сегодняшний день я смотрю на эту проблему, как обыкновенный гражданин, человек, чьи личные данные могут быть использованы не только, так сказать, структурами, скажем так, работающими во благо республики, но и достаточно серьезными какими-то криминальными кругами. Поэтому, с одной стороны, я и там пробовал смотреть на эти вещи и работать с ними, и сейчас я, как гражданин, отслеживаю ту динамику, которая сейчас наметилась при обсуждении закона о персональных данных у нас сейчас в республике. Достаточно сказать, что вот последнее обсуждение, которое было по этому вопросу, в закон выносится более 30 поправок. Поправки очень существенные. Поправки, которые будут гарантировать, как они, по крайней мере, декларируются, право каждого гражданина давать согласие на использование его личных персональных данных. Немножко общу, но тем не менее. Я не буду их всех перечитать, вы можете посмотреть это и в интернете, так сказать, и на сайтах, в которых законодательство наше опубликуется. То есть, там достаточно подробно описаны те предложения, которые, так сказать, в этом вопросе рассматриваются. Ну вот, не так давно было некоторое Курлтай, на котором представитель комитета по безопасности, структуры Министерства Целкового Развития и Аэрокосмической промышленности, Руслан Абдукаликов. Да, Руслан Абдукаликов давал ответы на вопросы, скажем так, общественности. Там очень интересные темы задевались, на которые, в принципе, я так понял, что даже у комитета на сегодняшний день ответов простых нет. Ну, тут элементарный пример, который там он сам приводил, то они попытались по запросу человека, которого оболгал или каким-то образом задел один из блогеров, и написал в комитет с просьбой разобраться, почему его личные и персональные данные были использованы не по назначению или не так, как человек. Чего-то согласия на это не давал. Они попытались разбираться с этим человеком, выяснилось, то есть, который использовал, выяснилось, что он себя позиционирует как блогер, а блогер попадает под закон о СМИ, то есть, он фактически приравнивается, вроде как, к журналисту, хотя непонятно, он приравнивается или нет. По закону фактически приравнивается. Если он приравнивается, тогда возникает вопрос. Давайте тогда четко определим, что такое блог, что такое электронные СМИ, чем профессиональные журналисты отличаются от блогера и расставим статусы. Если я, допустим, Владислав начну писать про вас всякую ерунду, а потом скажу, что вот у меня есть три поста, которые я написал в фейсбуке и я себя позиционирую как блогер, вы никогда ко мне никакой претензии не предъявите. Закональство очень сложно и мутное в этом плане. Да, поэтому, поэтому, значит, помимо поправок, которые, так сказать, были там, попытались их разъяснять, так сказать, у меня вот как обыкновенного обывателя возникло очень много вопросов. В частности, вот хорошо, вот в этой ситуации по блогеру совершенно непонятно. Второй вопрос, а что мы называем и относим к моим персональным данным? То есть, помимо фамилий, имя, отчество, это стандартные какие-то вещи, там номер паспорта, документов, удостоверений, им является ключевым параметром, который должен попадать под закон персональных данных или нет. Вот странно, но я посмотрел, так сказать, ситуацию, которая по этому вопросу разъяснялась в СМИ и в интернете и был достаточно сильно удивлен, потому что, допустим, министр МВД Тургумбаев сказал, что этот вопрос не к ним и отправил его, так сказать, на решение ведомства очередное. Ведомство отправило как раз вопрос к господину Абдукаликову. И я так и не понял. На самом деле получается, что им не является предметом моих персональных данных. Хотя, если вдуматься, как говорил Остап Абрагимович Бендер, ключ от квартиры, где деньги лежат, это является основным. Может и ключ дать. Ашик, когда заводишь, там же ИИН нужно вводить, в противном случае тебе его не зарегистрировать. Абсолютно правильно. Вот как пример, тоже Абдукаликов приводил примеры, так сказать, большого количества жалоб на некоторые сайты компаний, ну, на телеграм-боты, которые, так сказать, сейчас размещены. Это по выявлению наличия штрафов, так сказать, и прочее, прочее, прочее. И там, как пример, приводили компании такие, как там Фафа КЗ, Адата КЗ там. И последнее, это вот телеграм-бот, в котором вы можете зайти и проверить не только штрафы, но и там наличие разных еще документов, которые на вас вроде как откуда-то вытащили и предоставляют. Но их предоставляют по ИИНу. То есть, если я знаю ваш ИИН, никаких проблем, по вам собрать досье за 15 минут, достаточно серьезное и обширное досье на сегодняшний день. Более того, меня удивило то, что там какие-то вот, которые на слуху боты и сайты как пример привели. А вот, допустим, такая крупная компания, как Компрокезет. Компрокезет, это компания, которая вообще, так сказать, на рынке уже более 5-6 лет, даже больше, наверное, достаточно серьезно собирает все данные из открытых источников и продает их компаниям, банкам и киноструктурам, которые занимаются безопасностью. Там серьезный набор данных. В этом законе, в этих поправках, которые сейчас приводятся, ключевой момент, на что акцентируется, что нельзя будет собирать никакие данные даже из открытых источников. То есть, если есть открытые источники, на которых, допустим, там, министерство госдоходов, министерство там по налогам, там еще, так сказать, опубликовали эти данные. То есть, вы можете сделать запрос, посмотреть по себе, да, но если вы постоянно, допустим, делаете запрос или сливаете информацию, там, он часто вкладывает экселевские какие-то файлы, вы их собираете и потом их будете как-то использовать для какой-то деятельности своей, то есть, это категорически уже нельзя. То есть, вы попадаете под закон административно, под наш кодекс. Как-то очень странно, разве можно сказать, что вот в этой половине бассейна плавайте, в этой не плавайте, чтобы вода не перемешивалась. Для меня тоже многие вещи непонятны. Почему? Потому что я прекрасно знаю по своей практике, что от декларации закона или декларации ваших намерений до их реализации, на самом деле существует достаточно серьезная проработка вопросов, а как вы это собираетесь делать, причем пошагово. И я понимаю, что прецедентное право точно будет, должен быть прецедент, который я буду рассматривать, каким образом мне из этой ситуации выходить. Ну, например, допустим, вот там же вопрос. Я просто так вот сейчас мазками накидываю картину. Вот из работы с вашим изображением, то есть, вот фейс ваш фотографируют. И потом этот фейс собирают ваш. То есть, по закону это делать нельзя, я на это согласие не давал. А каким образом тогда быть мне, если я захожу, например, в Magnum или, так сказать, в мега-центр. Там, где работает видеонаблюдение. Видеонаблюдение одно. Вы зайдите сейчас в нашу мегу, да, там стоит прямо на входе стоит камера, которая фотографирует, снимает все лица, в поток идет. Потом это, значит, нарезают на изображение, эти изображения складируют в базу. Для чего это делается? Понятно, что это с одной стороны не там мошенников отлавливают, а с другой стороны, так сказать, потом можно анализировать большой объем и уже привязывая к программе, допустим, которая привязана к бухгалтерии, где, в какой бутике вы ходили, чего вы покупали. Я могу при входе в мегу навязывать там целую линейку продуктов, которые вроде как уже маркетинг сетевой будет. Понимаете, меня никто не спросил. Но, тем не менее, меня уже снимают. Я согласие на это не давал. Еще один пример, который я тоже не понимаю. Хорошо, а в банкоматы. Куча банкоматов разных банков, которые стоят. И в них стоят видеосистемы, которые вас фиксируют. То есть, система такая сейчас строится. По принципу, не хочешь, не ходи. Тогда, мол, ты согласия не даешь. Но, если ты зашел, то я автоматически понимаю, раз ты зашел, что ты вроде как с этим согласен. А ты не можешь не подойти к банкомату, если нужны деньги. Вот первое кредитное бюро. Это компания, которая как раз была построена, потому что каким-то образом пытались выйти из трясины мошенничества, которые, так сказать, не понимали. Человек приходит в банк, есть у него какие-то долги или нет. И, в конечном итоге, то есть, пришли к мировой практике, построили компанию, учредили ее. И эта компания стала собирать данные всех, кто приходит получать кредиты в банках или в малых кредитных организациях. Ну, там, на всем финансовом нашем рынке. И потом, значит, это любой, кто выдает, обращается в компанию и, значит, каким-то образом компания уже получает аналитику. То есть, как с этим человеком работать? Стоит ему много давать, не стоит или вообще ему не давать? Принципиальный вопрос заключается в том, что это все строится на элементах согласия. То есть, если я пришел в банк и хочу получить кредит, банк мне говорит, слушай, а ты подпиши, что данные, которые ты сейчас заполнишь по анкете, основные эти данные, они все попадут в кредитное бюро. Я подписываю, что да, я согласен, что данные мне попадут в кредитное бюро. То есть, фактически, смотрите, с одной стороны, это хорошо для бизнеса, хорошо, так сказать, вроде как для экономики, но с точки зрения персональных данных, это очень плохо. Очень плохо. Потому что, фактически, я прихожу, мне говорят, если ты не дашь, я тебе ничего не дам. Если ты придешь в Мегу, я тебя не буду снимать, ты вообще не ходи сюда. К банкомату не подходи, потому что, если ты не согласен, что я тебя снимаю. Потому что банкомат так настроен, так работает. То есть, система везде работает так, что, в принципе, если ты вроде как не даешь согласия, ты этим пользоваться не можешь. Вот меня это немножко напрягает. И мы, кажется, идем в этом пути. Тебе ничего не будет разрешено, если ты не дал вроде как согласия. Причем согласие, вот зачастую даже в кредитном бюро, оно как строится? То есть, банк получает согласие от меня, что да, я согласен о передаче, передает информацию в кредитное бюро. И вот здесь бы я, например, этому министерству, которое сейчас будет проверять там и строить систему, я бы задал вопрос, а вы проконтролируйте, вся ли информация персональная, которая попадает в кредитное бюро, государственное кредитное бюро, первое кредитное бюро. Есть ли согласие этого человека у этого банка? Потому что оно фактически, оно признается, если я дал письменное. То есть, не просто так, я согласен, вы меня голосом там записали, я галочку поставил, ничего подобного. Я должен расписаться, это персональная информация. Вот здесь, кстати, очень, так сказать, собака зарыта капитально. Мое личное мнение, что, скажем так, большие мужчины озаботились всем этим в государстве, после того, как мошенники стали залезать к ним в карман, и их данные стали распространяться, где попало. Либо здесь какие-то еще есть другие нюансы? Ну, опять-таки, как я это понимаю. Значит, по этому закону, вернемся к тому, что я говорил, так сказать, по этому закону, вот этот комитет при вот этом министерстве, да, чем будет обладать? Он будет обладать правом полностью регламентировать вопрос работы с персональными данными. Они предлагают, что любой компания, любой человек, кто пожелает собирать данные и использовать их для своего бизнеса, однозначно должен будет строить эту систему на персональном согласии от того человека, чьи данные будут храниться у него. Для этого будет создан продукт, то есть, некоторый программный, я не знаю, сайт будет или там что-то, где вы будете заходить, декларировать, что я хочу заниматься этим вопросом, а дальше там перечень, значит, чему вы должны соответствовать. Должны декларировать, какие данные вы собираете, для чего вы их собираете, как вы будете их использовать, где вы их будете хранить. То есть, весь перечень вопросов безопасности, которые будет контролировать вот этот комитет или, так сказать, делегированная какая-то структура, которая там будет создана. Меня немножко это напрягает. С одной стороны, я понимаю, что да, необходимо, чтобы каким-то образом, когда мы закон определили, то есть, должна быть структура, которая будет соблюдать исполнение этого закона и, значит, каким-то образом закон приводить в действие, в жизни. С другой стороны, я понимаю, что, ну, прямым текстом скажу, что я боюсь, что там коррупционная составляющая будет очень сильная. Пример приведу, и сейчас очень простой пример из моего, кажется, прошлого. Мы об этом говорили. Когда первый фонд медицинского страхования создали, кто ничего не думал, не знает, что вот соберется этот президент, соберется все деньги наши и убежит в Америку, да, и никто эти деньги не вернет, и президент там будет жить, и мы будем создавать второй ФОМС, да. Никто не думал, когда запускали программу ипотеки, и люди собирали свои деньги, а потом кончалось тем, что опять эти руководители становились на лыжню, убегали, эти дольщики оставались ничем, а потом, значит, опять государство какими-то деньгами эту дырку закрывало. Что, вопросы безопасности так и не думали, что они встанут на лыжню и убегут? Нет, нет. Хорошо, совсем простой пример. 90-е годы нам всем, Мартинка, значит, рассказывал о очень перспективных направлениях, очень светлом нашем будущем, по поводу пенсионного страхования нашего, то есть пенсионных отчислений фонды. То есть я сначала был в фонде Ларумид, потом у нас был организован фонд Грантум, это все отдавали, так сказать, еще куча фондов пенсионных, да, потом сказали, что все плохо, оказывается воруют, так сказать, безопасности никакой нет, и все это дело в ЕНПФ слили. Выступление господина Килимбетова, который был на тот момент председателем Национального банка, о том, что в ходе услужки утруски, данных, которые передавали в ЕНПФ, 100 миллиардов куда-то потерялось. 100 миллиардов потерялось, никто не нашел, никакого расследования нет, куда они делись, кто их украл? Ну это деньги, ну извините, там за деньгами были персональные данные, там были все досье людей со всеми их отчислениями, со всеми персональными данными, куда эти данные делись? Ну кто мне ответит? Мне сейчас предлагают, что вот мы сейчас... Я так понял, вас беспокоит то, что если в 9 случаях украли, нет гарантии, что не украдут в 10-м. С одной стороны не украдут, а с другой стороны я просто понимаю, что если нет четко прописанных правил, прецедентных может быть правил, то есть очень тяжело этот вопрос будет контролировать. Ну вот я привел пример с блогером, Никто ничего с ним сделать не мог. Он напакостил, нагадил, так сказать, оказался... Причем здесь господин, о котором мы говорили, он в принципе... Да, он и говорит, что, извините, высокопоставленный блогер. Что такое высокопоставленный блогер? А если он не высокопоставленный, то можно было его закатать? Низкопоставленного закатали бы, с высокопоставленного ничего не было. Ну как так? Вот вам яркий пример. То есть я хотел бы, чтобы закон трактовался одинаково. И для Сидорова, для Петрова и для Иванова. Ну, независимо от его положения. Вот. Потом, значит, здесь еще одна норма вводится. Норма, что я могу потребовать удалить информацию о себе, если она недостоверная. Тоже народ начинает задавать вопросы. Тогда мы фактически всю историю вытарим. Потому что всегда найдется тот, кто недоволен, так сказать. И каким боком мы эту информацию будем считать. Она достоверна или недостоверна? Да, достоверна или недостоверна. Нет, даже не то, что недостоверна. Имеет она право существования в пространстве. Просто не хочу, чтобы она была. Да. Ну, тоже вопрос, кто будет это разруливать. То есть, немножко непонятно. Многие вещи, которые здесь прописаны, они Понятно, что сугубо практические. То есть, шагом надо двигаться. Они не могут все это прописать. Но еще, кстати, момент, который меня немножко так напряг. Прям там было написано в одном из интервью, что количество людей, которые сейчас в Казахстане занимаются вопросами персональных данных, с соблюдением этих данных. Порядком четыре человека так написано было. То есть, не знаю, может я ошибся, но там так написано было. То есть, на сегодняшний день я понимаю, что мы 20-30 лет живем, и непонятно, кто и каким образом наши персональные данные использовал. Начать с нового листа, но извините, данные уже каким-то образом находятся и в базах данных, и в тех же компаниях. Ну что, эти компании закрывать будем, или мы будем их регулировать, и эти компании будут так же продолжать продавать наши данные. Вот, собираясь на встречу с вами, я прочитал, так сказать, информацию о том, что для работы с нашими персональными данными, вот вопросы цифровизации МИРТа, которые курирует господин Мусин, был подписан приказ о создании и работе с компанией, которая ассоциирована или филирована со Сбербанком России частной компанией, которая будет как раз заменять наш НИД. То есть, получается, стороннее государство будет иметь доступ к нашим данным. Каким образом это будет происходить? Почему так это будет сделано? Для меня это вот непонятно. Можно я тогда резюмирую? То есть, главная идея, чтобы органы государственного управления, уполномоченные, сначала все продумали, а потом уже приступали к реализации. Они пока так и двигаются, они пытаются двигаться. Но заявления, которые они зачастую... Вот, например, я прочитал тоже выступление МЦР и АП Республики Казахстан, когда их спросили, что будет, если запрет на размещение общественного информации по общественной... о чиновниках, об их имуществе, налоговой задолженности, задекларированном на госслужащих компаниях, ну, прочая перечня. Ответ был очень простой. Это вмешательство в частную жизнь ограничить прав и свобод. И нет необходимости все это в общем доступе размещать. Я сейчас не собираюсь спорить, я просто продекларировал, как они отвечают на этот вопрос. Например, большая часть журналистов сразу вставила в оппозицию. Они говорят, что извините, если вы нам сейчас запретите пользоваться этой информацией, да, и эту информацию размещаете, тем самым вы просто прибьете все, даже потенциальные расследования, которые с точки зрения коррупционных составляющих у нас проходят. Потому что, а если я не буду этой информацией пользоваться, или я воспользовался, ее опубликовал и меня обвинили, что я, а, должен либо уничтожить, либо я вообще попадаю под преследование, да, то есть, каким образом тогда журналистам с этой информацией работать. Ну, то есть, у него было одно из предложений, так сказать, сделать анонимное, то есть, грубо говоря, не Андрея Дмитриевича, а Д, делать, да, так сказать. Якобы проблема есть, но она не профессионализирована. Ну, насколько это интересно. Да, тогда вообще можно на всех подумать. Можно сказать же, у одного министра, там, две виллы в Шотландии, да. И все думают, а вы же скажите, у какого тогда? Вот, поэтому я думаю, что, опять-таки, пример из моего прошлого работы в кредитном бюро. В законе о кредитном бюро, значит, там было написано, что в течение 10 лет, если проходит, у вас, допустим, был плохой кредит, по которому вам отказывали выдачи, то есть, через 10 лет он обнуляется, и вы таким образом совершенно белый и пушистый можете получать. Оказывается, это совершенно не так. То есть, вопрос идет о кредитной истории. То есть, не о конкретном кредите, который у вас может быть обнулен, так сказать. И то, к этому кредиту, с которым, так сказать, у вас была проблема. Потом многократное обращение с других банков и построение каких-то отчетных форм происходило уже через 10 лет, в течение, там, этих 10 лет. То есть, получается, у него нет 10-летней истории как таковой. Вот мы обращались к регулятору, Национальному банку, чтобы нам разъяснили, как правильно трактовать эту ситуацию. Ну, в конечном итоге, кроме отписок, мы ничего не получали. Ну, печально, но жить надо. У нас в гостях был Андрей Дмитриевич Ваякин. Мы разбирались с информационной безопасностью. До свидания. До свидания.